Как оказалось, в Архангельске недостаточно льда. Дело тут не в погоде за окном. Льда не хватает хоккеистам и фигуристкам во дворце спорта. В этом убедился и глава города Дмитрий Морев. Подробнее расскажем в сюжете. Татьяна Топоркова – тренер школы «Каскад». Обучает детей одному из самых золотоносных видов спорта в России – фигурному катанию. Занимается с ребятами с 1974 года. Однако не только от опыта тренера зависит мастерство спортсмена. Чем выше уровень детей подготовки, тем больше нужно льда. А есть такая поговорка, что фигуристам льда много не бывает. Чем больше, тем лучше. То есть это когда качество исполнения элементов переходит в количество. Но при малом количестве льда качество, конечно, страдает. Разделяют это мнение и спортсмены по соседству – хоккеисты. Хоть лед для хоккеистов и фигуристов разный, забота у них общая. Малое количество выделенных на бесплатные тренировки часов. Иными словами, чем больше занимаются спортсмены, тем дольше нужно сохранять лед в нужном состоянии. Отсюда и необходимость в деньгах. А тут еще и повышение тарифов на электроэнергию. Мы уже достигли определенного понимания. То есть глава города увидел проблему. Он согласился с тем, что нужно выделять дополнительное финансирование. Я думаю, что в следующем году у нас все получится. И мы сможем увеличить количество часов. А это будет означать как повышение уровня профессиональной и спортивной подготовки наших детей, так и увеличение количества детей, которые смогли бы заниматься в нашей муниципальной школе. Встреча с градоначальником не прошла зря. Если в этом году фигуристы и хоккеисты вместе откатали тысячу часов, в следующем году время пребывания на льду у них увеличится на 30%. Также Дмитрий Морев отметил большой запрос на эти виды спорта у архангела-городцев, обратив внимание на серьезный уровень подготовки, который дает своим воспитанникам школа «Каскад». Стоит отметить, что занятия в ней бесплатные. Родители тратят деньги лишь на форму и выезды. Аким Самедов, Денис Линчевский, Регион 29.